Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и топ самых выдающихся разработчиков индустрии IT. Топ составил наш автор Сергей Жаховский. Погнали! Деннис Ричи, один из ключевых специалистов 20 века, известен как создатель языка программирования C. Также Ричи является одним из разработчиков OS Unix. На минуточку, операционной системой Linux и macOS используют наработки Денниса. За свои успехи в области программирования получил национальную медаль США в области технологий и инноваций. Человек был выдающийся, но, к сожалению, он скончался. 12 октября 2011 года. Ричи умер спустя неделю после смерти Стива Джобса, но в отличие от Стива, смерть Ричи была мало кем освещена в СМИ. Компьютерный историк Пол Чарусси сказал после его смерти, что Ричи всегда был за кулисами. Его имя не было известно обывателям, но если загнуть в компьютер под микроскопом, следы его работы встречаются повсюду. Бьерн Стратсфуд, создатель языка программирования C++. Стратсфуд стал первопроходцем в области создания программных приложений, где эффективность является приоритетным свойством. Графика, пользовательские интерфейсы, системы для научных вычислений – все это заслуга Бьерна. А его наследие C++ стало самым широко используемым языком программирования. Его книга «Язык программирования C++» стала одной из самых широко известных книг в своей области. Она была переведена на 19 языков. В дополнение к своим пяти книгам, Стратсфуд опубликовал более сотни академических и других популярных статей. Большую часть своей жизни проработал в AT&T. Билл Гейтс, человек, которого знает любой пользователь Windows и Xbox, является одним из основателей компании Microsoft. Несколько раз являлся самым богатым человеком планеты. Занимается благотворительностью и наравне со Стивом Джобсом является иконой индустрии. Более в представлении не нуждается. Евгений Касперский. Я дам вам пару секунд на размышления. Российский программист, специалист по информационной безопасности, основатель и глава компании «Лаборатория Касперского», создатель одного из самых уважаемых и знаменитых антивирусов планеты. В 2013 году журналом SEO его состояние было оценено в 1 миллиард долларов. Марк Цукерберг, американский программист, основатель социальной сети Facebook. Марку удалось не просто затмить все остальные социальные ресурсы, он переизобрел саму концепцию общения и взаимоотношения людей с друг с другом. Теперь мы все друг про друга знаем и даже нет смысла спрашивать, как ты провел лето. Я уже знаю. В декабре 2014 года Марк занимает 14 место в ТОП-15 Forbes с состоянием 32,6 миллиарда долларов. Павел Дуров, российский программист, наиболее известен как основатель социальной сети ВКонтакте, самая популярная социальная сеть в Рунете. Когда я смотрел на людей, которые каждый день ездят на рутинную работу в офисы, я не представлял такого сценария в своей жизни. Руководство интернет-проектами, организация университетских мероприятий приучили к независимости и мысли о том, что у меня нет непосредственного начальства. Павел Дуров, создатель ВКонтакте и мессенджера Телеграм. Мой кумир в личном ТОПе занимает первое место. Стив Джобс, iPhone, iPad, iMac, iPod, MacBook, Apple TV. Все, к чему прикасался этот человек, превращалось в золото. Американский предприниматель, получивший широкое признание в качестве пионера эры IT-технологий. Стив стоял у истоков и вершил наше будущее. Технологии и анимация, какими мы их знаем, стали таковыми благодаря ему. Нелегкое детство, свой собственный взгляд на мир, способность влиять на умы людей – все это Стив. Человек настолько велик, что у меня просто нет возможности рассказать все, о чем я хочу. Поэтому лучше прочитайте книгу Стив Джобс за автором Уолтера Айзексона. Сергей Брин – разработчик поисковой системы и создатель компании Google. Сергей имеет русские корни и родился в Москве. Однако вот, что он говорит о своем прошлом. Я знаю о трудностях, через которые пришлось пройти моим родителям, когда мы жили в Советском Союзе. И я им глубоко признателен за то, что они увезли меня в Штаты. Это заявление можно трактовать как угодно, но факт остается фактом. Если бы не Брин, мы бы с вами не увидели многих вещей и не познакомились с корпорацией Добра. Просто посмотрите фильм кадры и вы поймете, что такое дух Google. Кстати, Брин там тоже засветился. С вами был Владимир и топ самых выдающихся разработчиков индустрии IT. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и Серега набудет еще парочку топов. Пока и до скорых встреч.